Ко мне подходит человек, стучит в боковое стекло и говорит, женщина, а вы знаете, что вы стоите на газоне? Я честно сказала огромное. Молодой человек, я не в курсе, что я стою на газоне. Не в курсе не только Наталья. На песчаном пятачке рядом с домом 23 по улице Зернова водители паркуются уже почти 8 лет. Тогда здесь открыли пункт выдачи товаров, а отдельное место для авто не предусмотрели. Парковкой стал служить пустырь, который, как оказалось, газон. Здесь на территории идёт съезд дороги и идут камни, какое-то подобие твёрдого покрытия. То ли его когда-то положили и оно пришло в негодность, то ли это какие-то строительные мусор. То есть разобраться в том, что это не твёрдое покрытие, было сложно. Трава и кустарники, по заверению, представители администрации города здесь действительно были. Когда-то давно. Но это не останавливало водителей, которые приезжали в пункт выдачи товаров. Они, как и сейчас, парковали свои машины на газоне. В результате он превратился в пустырь. Это всё-таки озеленённая территория. И в данном случае граждане, которые так делают, они нарушают правила благоустройства города Сарова, утверждённые решением Думы. Они нарушают закон о чистоте и порядке территории Нижегородской области. Вероятно, в планах имеется полностью благоустроить дорогу. Соответственно, появятся и благоустроенные газоны. И, вероятно, подъезд уже к этой территории будет с другой стороны. То есть, будет решаться уже по другому вопросу. К тому предприятию, из-за которого происходят данные парковки. Наталья утверждает, что узнать в пустыре газон нереально. А бетонные вазоны, намекающие на декоративность территории, появились здесь совсем недавно. Уже после того, как женщина обратилась в администрацию с вопросом, за что ей выписали штраф в размере двух тысяч рублей. Ребята, а сейчас мне скажите, каким образом человек, который едет на машине, вот этот человек, вот этот стоит. Каким образом он здесь должен понять, что это зелёная территория? Пункт выдачи кто открыл? Это, наверное, не без ведома же администрации открыли. Что администрация не знала, что здесь должны быть пути подъезда? Знала. Для чего она вот это оставляет? Я считаю, что эта территория, сюда заезжают 8 лет, как выяснилось. И у меня вопрос к администрации. Ребята, если это зелёная территория, что вы сделали для того, чтобы она была похожа на зелёную территорию? Штраф за парковку в неположенном месте получила не только Наталья. По этой статье за июнь наказаны более 10 водителей. За 8 лет штрафы заплатили сотни человек. И если большинство из них молча соглашали ситуацию, Наталья намерена обратиться с заявлением в прокуратуру. Если в ближайшее время администрация не облагородит территорию, превратив газон номинальный в газон фактический.